Привет всем! То, о чем я хочу сегодня поговорить, основывается исключительно на моем личном опыте, я сразу предупреждаю. И, понятное дело, у вас личный опыт может быть совсем другим, это нормально. Более того, я бы даже хотела о вашем личном опыте услышать, потому что в данном случае я еще в процессе сбора информации. Так вот, сегодня я хочу поговорить о некоторых странных аспектах медитации. Скажем так, о таком уникальном опыте, касаемом боли и вообще дискомфорта. Я занималась только одним видом медитации всерьез, это дзадзен, причем классический, вот как сотущу. За исключением некоторых экспериментов, которые далеко не зашли, я сколько занимаюсь, столько занимаюсь одним и тем же. Хотела попробовать ринза еще, но пока как-то не дошло. И, что интересно, когда я приехала в Японию, тогда же я и начала всерьез заниматься дзадзеном. Я не знаю, говорил ли я это, но дело в том, что у меня псориатический артрит. Сейчас он залечен до такого состояния, что вообще никак себя практически не проявляет, за исключением некоторых особенно неприятно-отажливых дней. Тогда может быть немножко больно. Но когда я сюда приехала, у меня все еще дни очень четко делились на хорошие, так себе и плохие. И вот в плохие дни, понятное дело, у меня сильно повышалась раздражительность, способность на чем-либо сконцентрироваться падала. И передо мной даже встал вопрос, а стоит ли мне вообще пытаться медитировать в плохие дни. И в конце концов я решила, что, конечно, стоит. Куда же без этого? Потому что если любые все плохие дни пропускать, то очень много времени выпадает. И вот когда я стала медитировать, я заметила одну интересную вещь. Я заметила, что мне не мешает боль. Как раз наоборот. Если мне удается хоть немножечко вообще поймать правильную волну, правильное состояние, то боль как бы отрезается от меня. Я не могу сказать, что она исчезает. Нет. Она существует на бэкграунде, но вообще никак меня не задевает. Она не ощущается как мешающий фактор, как раздражающий фактор. Это было очень прикольно. Впоследствии я об этом говорила с разными практиками, с разными людьми, которые тоже практикуют дзадзен. И пришла к выводу, что как бы мне не хотелось думать, что это я так продвинулась. Это свидетельствует о том, что я продвигаюсь в плане медитации. Но нет. Похоже, что это какая-то личная особенность. Есть люди, у которых это не работает вообще никак, хотя они очень сильно продвинулись дальше меня. Есть люди, у которых это, вот как и я, ловят буквально через пару месяцев медитации. Почему так происходит, не знаю, честно. Но, конечно, я это использовала. Например, я это использовала в время родов. Очень помогло. И вот, кстати, про роды. Недавно в одной дискуссии упомянули очередной раз медитацию после родов. И я вспомнила, что мне это еще несколько раз попадалось. И у меня у самой это было. Дело в том, что примерно полгода после родов я вообще не могла медитировать. Никак. Я видела, как народ это атрибутирует тому, что, мол, замотанность, недосып. Я не знаю. У меня не было такого глобального недосыпа. У меня дочка очень хорошо спала. Замотанность была, но я не могу сказать, я это не связываю с замотанностью. Мне кажется, у меня такое ощущение, что я просто не могла поймать это медитативное состояние. Мозг просто не работал таким образом. Возможно, это тот же механизм, который, например, заставлял меня подкидываться любого движения младенца. И, да, продолжалось это где-то полгода, потом пропало, ушло в никуда, и я опять смогла нормально медитировать. И вот это был отрицательный момент, но было положительный. Именно после родов мне стало еще проще в плане дискомфорта. Я его стала еще меньше замечать. Ну, я уже говорила про боль от артриты, то, что она просто ушла. А именно после родов мне стало значительно проще терпеть затекающие конечности, боль в спине и так далее. Можно сказать, они практически перестали существовать. Ну, переставали создавать какой-то сложный фон. И вот это интересно, потому что получается, что такие моменты, они очень индивидуальны. У кого-то есть, у кого-то нет. Опять же, как там и что после родов могут понять только определенная категория людей. Это может понять только женщина, причем рожавшая женщина. И я не знаю на самом деле, как насчет тех, кто, например, делал кесарево сечение. У меня это были естественные роды. Что наталкивает меня на мысль, что да, дзадзен, я считаю, что это универсальный способ. Он меня абсолютно устраивает. И я думаю, что из всех видов медитации, пожалуй, он действительно подходит всем. Но это вовсе не означает, что когда ты его на себя применяешь, тебе не придется его немножечко обтачивать под себя напильничком. Или наоборот, себя обтачивать напильничком под этот способ. То есть какие-то индивидуальные моменты будут, и их придется решать в индивидуальном порядке. И да, как я уже говорила в начале, я хочу услышать ваш опыт, не только в плане дзадзен, а вообще в плане медитации как таковой. Какие интересные вещи были, интересные индивидуальные особенности, с чем вы сталкивались, например, когда ни у кого нет, а у вас нет, это надо как-то решать. Опять же, личный опыт, но он очень важен, может кому-то пригодится. Спасибо, на этом сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok